А теперь о спорте. Три дня зрелищных боев в клетке. В Люберцах состоялся чемпионат и открытое первенство Федерации ММА. Поединки по смешанным единоборствам проходили во дворце спорта «Триумф». Самые захватывающие кадры в нашем следующем сюжете. В бойцовской клетке встретились представители одного из старейших видов спортивного искусства. Истоки ММА уходят вглубь истории. Еще древние греки водили эту дисциплину в Олимпийские игры. Со временем порядок и правила сражения менялись, но принцип смешанных единоборств остался тем же. Здесь побеждает только сильнейший. В чемпионате России по смешанным единоборствам свою силу и мастерство показали порядка 300 человек. Это бойцы из девяти различных регионов страны. Среди участников противостояния можно было встретить как взрослых спортсменов, так и детей, которые, несмотря на столь юный возраст, показали хорошие результаты. Сначала было страшно, а выиграл, сразу хорошо стало. Настрой боевой. Состязания по смешанным единоборствам проходили во Дворце спорта «Триумф» в течение трех дней. Этот турнир стал отборочным этапом на чемпионат мира. Спортсмены, доказавшие свое право на участие, в нем поедут в Бахрейн, где с 12 по 18 ноября поборются за звание сильнейшего бойца ММА. Луиза Айки Азарян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ Всем привет! Я Маша Лапочева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.